С 30 апреля по 12 мая это период, когда силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы. Но одно дело работа полиции, другое бдительность самих граждан. Всем присутствующим напомнили о телефоне доверия полиции. Кроме 02 можно набрать еще и другой номер 269 29 53, чтобы сообщить о подозрительных лицах. И в городе появляется немало тех, кто был бы не прочь нарушить спокойствие курорта. Председатели садовольских товарищей провести полностью инвентаризацию, выяснить, кто же проживает в этих товариществах. Председатели гаражных оперативов, которые должны отвечать за тех людей, которые там проживают. Знать, под какие нужды сдаются объекты гаражей. Недавнее преступление можно было бы предотвратить, считает глава города. Когда это убийство пятилетней девочки в Адлере, обнаружение лаборатории по производству наркотических средств на Лысой горе, если бы жители обращали внимание на тех, кто поселяется рядом. Человека пускают на квартиру без регистрации, в итоге он оказывается преступником. Также не все спешат сообщать в полицию данные о наемных работниках. Задержано 4 граждан Таджикистана, которые по данным партнеров таджикских, являются функционерами Международной террористической организации «Исламское государство». Один из них готовится стать террористом-смертником. Указанные граждане также проживали в центральном районе Сочи и осуществляли нелегальную трудовую деятельность на частных строительных объектах. Вот строительные объекты нам эту информацию не предоставили. То есть каждый зарабатывает себе кусок и не смотрит на безопасность, прежде всего, своих детей и своих близких и родных. Если для одних майские праздники, то отдых для других – благоприятное время для совершения преступлений. Люди расслаблены, невнимательны, чем, собственно, и пользуются мошенники. Ветеранов просят быть бдительными и не пускать в дом незнакомцев. Еще одной важной задачей, состоящей перед нами, является недопущение противоправных деяний, в том числе мошенничеств в отношении ветеранов и участников Великой Отечественной войны. С этой целью откоративность списки проживающих на территории города Сочи ветеранов, тружников тыла, юзников, концлагерей. В участковом полномочной поле расслабляется обход по месту жительства данной категории граждан, обязательно вручение визитных карточек участковых полномочий, а также памятных, осторожно, мошенники. Глава города еще раз попросил всех сочинцев создать в городе атмосферу праздника, поздравить с 1 маем и днем победы своих знакомых, людей старшего поколения. При этом не забывать о безопасности. Для этого оставаться внимательными, проверить свои дома, чердаки, подвалы. Такая же задача поставлена перед управляющими компаниями. Гелена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.